Продолжение следует... В Код-де-Варе сейчас действительно очень жарко. Ларанг Багбо, похоже, действительно отказался сдаваться без боя. Его убежище, подвал в разрушенном президентском дворце штурмует силы признанного президента Алассана Уатары. Видимо, достать его оттуда непросто. Дворец уже практически разрушен после многочасовых обстрелов. Официальный представитель Уатары, впрочем, заявила с началом последней осады, что к Багбоу удастся арестовать в течение пары часов. Осада стартовала как раз где-то два часа назад, поэтому уже в ближайшее время мы, возможно, увидим развязку всего конфликта. Если Ларанг Багбо удастся захватить живым, то его, вероятно, отправят под суд. По всей видимости, его дело будет рассмотрено в Международном уголовном суде Гааги. Как, например, случилось с бывшим президентом Либерии Чарльзом Тейлором. Однако наблюдатели считают, что у Багбо все еще есть шанс договориться о побеге из страны. Например, в соседнюю Ганну, которая выступала против интервенции сил ООН и Франции в конфликт. Или в Анголу. Ее президент Жозей Эдуард Душ Сантуш всегда был сторонником лидера Код Дивуара. Убежище ему могут предоставить и в Зимбабве, который правит Роберт Мугабе, а он никогда не прочь оказать помощь врагам западных стран. Однако согласиться ли на это сам Ларанг Багбо предсказать сложно. Он, как все убедились, намерен сопротивляться до конца, победного или иного. Смотрите в базовом пакете НТВ Блюз, Континент ТВ, в ваших айфон и айпад и на сайте tvrain.ru